Приветствую вас, Андрей Гей. С вашей проблемой, на мой взгляд, не нужно вот справляться в том смысле, в каком это представляете вы. Вот именно справляться, именно справляться не нужно. Наоборот, проблему нужно раскрыть. Наоборот, проблему нужно изучить. Наоборот, проблему нужно поисследовать, но ни в коем случае не пытаться с ней справляться. То есть, иными словами, подавлять. Ни в коем случае проблему подавлять не нужно. Это для того, что вы подавляете, у вас и возникают такие трудности. Трудности, в том числе и эффекты. Первое, да? Понятно. Понятно, что ни в коем случае, ни в коем случае нельзя подавлять проблем. Вот. Ни в коем случае. Проблемы можно и нужно раскрывать, но не подавлять. Вот. Это первое. Второе. Вы пишите. Три года нет регулярной половой жизни. Вы пишите, что это было полтора года. Три года. Три года может иметь место при разводе. То есть при разводе вы могли получить травму. Не пережить его. А вы, тем более, для чего вы встречаетесь с бывшей женой. Что не очень понятно, зачем вы встречаетесь с бывшей женой. Для чего вы встречаетесь с бывшей женой. То есть, ну, какая цель, какая цель того, чтобы встречать с бывшей женой, если вы уже расстались. По сути, сомнений. Вот. Важный этот момент? Конечно, важно. Важно понять, для чего, для чего вы встречаетесь с бывшей женой? Да. Очень важно. Получается, что, видимо, вы её полностью не отпустили. Свою жену, бывшую. Свою жену. Вот. И это, условно знать. Ага. Значит. Вам здесь стоит. Первое. Разобрать. Нужно. Причину. Вашего. Вашего развода. С женой. Вот. Необходимо разобрать причину развода с женой. Необходимо определить, что именно послужило причиной развода, потому что это, скорее всего, влияет на вас, ну, на то, как вы, вот, выстраиваете отношения с женщинами. Вот. Определить, для чего вы, для чего и зачем вы встречаетесь с бывшей женой по-приятнему. То есть, делали там, например, только в сексе или что-то ещё вы хотите, для чего-то ещё вы встречаетесь с ней. То есть, это, вот, те истории, которые нужно исследовать. Вам. Далее. Вы говорите о том, пишите, что он имеет проблему с эрекцией. Ну, что значит, имеете проблему с эрекцией? Ну, то есть, давайте как-то более подробно, более детально рассмотрим то, что вы описываете. Вот. Там всё не очень понятно, что есть проблем с эрекцией. То есть, проблемы с эрекцией вообще, какого плана? Когда они вы... Кхм. 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 Возника. Когда вы начинаете их ощущать? Когда вы начинаете их чувствовать? Вот. Каких, например, девушек вы выбираете? Допустим. Ну. Когда вступаете в отношения. Это всё очень важный момент. Дальше. Вы пишите. В то же время при самостимуляции всё в порядке. При сексе же с девушками в самый ответственный момент попадает эрекция. Ну, нужно анализировать, что происходит. Вариантов тут достаточно много. Помимо того, что мой коллега сказал, Кудрышов Игорь Леонидович. Потому что, ну, на самом деле, много причин, например, то, что вы думаете о том, можете думать о том, как доставить удовольствие и наслаждение, например, именно девушке, а не себе. Да? То есть, вы не думаете о себе, вы думаете о ней. Это первая ошибка. Вторая причина может быть такая, что вы чересчур много значения придаете. Секс. Это... Тоже может быть это... Ну, это тоже может быть причиной. Это тоже может быть основанием. Вот. То есть, как бы, это вот такой момент, такой момент и такая история, то есть вы, вы, видимо, для себя в секс вкладывает слишком много значений, чересчур, я бы сказал, чересчур много значений, и именно поэтому, именно поэтому, скорее всего, ничего не получает. Вот это значение, значение для вас секса, нужно разгружать. Конечно же, нужно разгружать, потому что вам оно начало. Для чего необходимо понять, а из чего это, собственно, это значение состоит? Потому что, пока не ясно, пока не ясно из чего состоит. Ну, вот, что происходит между, ну, между вами и девочкой, что случилось, что случилось. Понимаете? И, соответственно, когда будет понятно, по-настоящему оно будет работать. Я полагаю, так. Далее. Периодически отличаются с бывшей женой. Для чего? С ней проблем нет. То есть, получается, вы занимаетесь сексом с бывшей женой. Как-то не сходится, вы, вроде бы, как развелись с бывшей женой, а сексом продолжается заниматься. То есть, тут тоже какая-то вот неопределенность, возможно, возможная незавершенность. Вот. То есть, понимаете, момент какой? Если вам действительно, если вам действительно не хватает завершенности, если вам действительно не хватает именно завершенности в отношении своих. людей, то я полагаю, что именно на это нужно, в первую очередь, обратить внимание. То есть, насколько вы завершаете одно дело, прежде чем, например, начать другое дело? Насколько вы завершаете? Насколько вы относитесь к себе, значит, бережно с любовью, с заботой. Ведь это любовь и забота к себе. Завершить сперва одно что-то, да? А потом, соответственно, другое завершить. Это забота. Это забота о себе. Если вы о себе не забудете, ну, это... Это вопрос к вам. Понимаете? И то, что вы спрашиваете по поводу того, как мне завершить... Как мне справиться с проблемой, да? Вот это всё-то даже... То есть, в копилку. Всё в копилку идёт. Всё в копилку идёт. Всё в копилку идёт. Всё в копилку вот к тому, что я не готов завершать. Не готов брать ответственность на себя, к примеру. Дальше... Подскажите, как мне справиться с проблемой. Ну, тут... Опять же, как правильно сказал мой коллега, тут нет каких-то уникальных рецептов универсальных. Технологии все индивидуальны. Именно к вам нужен индивидуальный подход. Что, опять же... Прямо вытекает... Из идеи о том, что о себе нужно заботиться. Что, опять же... Прямо вытекает о том, что... Прямо вытекает из того, что... Нужно относиться к себе беретенно. А... Когда вы, вот... Ставите вопрос... Так... То речь не идёт о том, чтобы беретенно к себе относиться. К сожалению. Оп. Поэтому... Я надеюсь... А... Что... Мысль, которую я... Хотел... Хотел... До вас... Донести... Вы... Для себя... Ну... Уясни... Уясните... Мысль, которую я хотел до вас донести... Вы... А... Память. Ибо это очень важно. Правда. Правда. Очень важно, что... На этом всё. Ага. Я надеюсь, что... Помог вам. Ага. Безусловно, почитайте про Стофин. А... Который... Ну, на который указал мой коллега, опять же. Вот. Ибо в этом есть... А... Верной истины. Безусловно. Вот. Вот. Но... А... Важно... Очень важно... Чтобы... Вы... Не... А... Не фиксировали... На этом... Только... Могут быть и другие таблины, могут быть и другие причины, могут быть и другие... С... 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 Например, вы... Таким образом, можете, допустим... Ммм... Ммм... Пытаться... Ммм... Ммм... Пытаться... Удержать... Эээ... Свою жену. То есть вы... Там... К примеру, не хотите расставаться... Ммм... С ней в глубине души. Вот. И... Пытаетесь, соответственно, ее удержать таким образом. То есть вы встречаетесь с ней... Ну, может быть, да... Там... Даже... Мммм... Светуя на то, что вот... самому себе с этого, на то, что вот, ну, не можете, значит, ни с кем, ну, или у вас не получается, там, заниматься сексом, да, там, другими девочками, вот вы, типа, должны вернуться к своей жизни, да, по этой причине. То есть это вот, ну, такой момент, нужно выяснять. То есть у вас дело осложняется именно разбором, может быть просто привычка, вот, просто привыкли с женой и есть какой-то вот уже такой сценарий сексуальный, да, вот. по которому, ну, по которому вы идете, по которому вы следуете. В данном случае это вот, скажем, сценарий, опять же, вашей, вашей женой сценарий. И это тоже требует, значит, своего внимания. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «возвратно ночь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.